С нашего сайта озвучиваем вопросы. 2017 вопрос, 8 том открытым оком. Неужели никто не мог додуматься, что надо искать руководство в Слове Божьем? Что не в землю зарывать себя нужно, а идти по земле и проповедовать другим благую весть? Ответ создается такое впечатление, что Библию как бы тщательно прятали, изничтожали, чтобы путь истины хранился только у посвященных. А они на полном серьезе верили, что главное это иночество, это удаление от мира, сохранение девства и как можно дальше и дальше бежать от мира. Какой антихрист, какой враг из самых злейших врагов Христа мог так исказить совершенно ясное повеление Христа, идти в мир? Все это слово истины. Марка 16 И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Ссылается на Антония, а дальше уже само это передавалось, учились друг от друга. Иоанна 15, 27 А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Деяние 1, 8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Савва Сербский, 12 января Отехченные пиршеством и продолжительным бдением, стражи во время чтения кофейзм заснули на своих местах в своих съедалищах. Воспользовавшись всем обстоятельством, Ростко приказал одному из своих слуг надеть его одежды и стоять на его месте до конца богослужения. Сам же пошел в святой алтарь, произнес там иноческие обеты, и переодетый вышел неузнанный из храма. Вместе с одним старцем и иноком он зашел в пирк или башни и заключился там. Не теряя времени, он принял и там иноческое пострижение с именем Савва и облегся в иноческие одежды. Босыми ногами в простой одежде он ходил по всему Афону, избирался на самые крутые и высокие скалы, ходил по пропастям и стремнинам, отыскал уединенных подвижников, ютившихся подобно птицам на едва доступных человеку утесах с гор. В первое время, по своем пострижении, новый царственный инок Симеон провел в монастыре в Студеницком, навыкая иноческому правилу и исполняя первые иноческие послушания. Многие зельмож, соревнуя благочестие своего государя, не захотели оставаться в мире, приняли пострижение и решили сопутствовать на новом пути своему бывшему государю. Когда Симеон решил отправиться на Афон, они последовали за ним. Потерю уже приобретенного непросто перенести, когда оно по сердцу. Когда срослось желанием коростой, что добровольно разом не отвергся. Оно желаемое, лелеемое нами, с собой заполняло наше время. И вдруг торнадо, оползень, цунами, с кровати сбросило в молитву на колени. Внезапно ощущаем пустоту, не только на постели, за обедом. Меняем отношения к посту, чужим внимательны, прислушиваемся бедам. И за столом внучат кормить не надо, не надо корм скотинки приносить, На дачу не спешить, пожар не стало сада. Для техники не нужен керосин. Все-все, чем наполняло бытие, что время занимало в разговорах, У праведного его такого жития, огонь, крушение и повсюду воры. Что станет с переломанной тростью, какой посев весной нас пепелище, Кровоточит под сорванной коростой, что возглаголем оказавшись нищим. Испытывает нас любя спаситель, под ногти загоняет нам иголки, Монашескую ряску на военный китель, и шрамом выжжены любые наколки. Что я имел, а мог и не иметь, мог не родиться, не жениться вовсе, На шреслах тужно затянуть ремень, засеп по целине ждать новое колоссие. Наполнить за храма, за тарей для наследства, Янтарной благодарностью во славу Иеговы. Отныне благодарность будет главным средством, Что Бог пошлет, а мы принять готовы. Вопрос 2021. Отшельники часто жили на кладбище, и там подвиги совершали. Что Библия говорит об этом? Ответ. Когда считаешь проподобное, То на память не приходит ничего, Кроме того, что на кладбище и в гробах были одержимы бесами. Марка 5. Он имел жилище в гробах. Но чтобы нормальный человек шел туда жить, И специально бороться с бесами, Такого нет в Писании Божьем. Пришел, победил и ушел. Так делал Христос. И так нужно подражать Христу, А не отшельникам, живущим в могилах и в гробах. Ди, 19 ноября. Он нашел одно пустынное место за городом, На котором находились древние языческие могилы. И жило много бесов. Прохожие очень боялись этого места Из-за бесовских привидений и ужасов. Но ему понравилось это место. И вооружившись силой крестной молитвой, Словно оружием против бесов, Он поселился там, построив себе маленькую хижинку. Забота о своих чужих мощах, Активность сохранения, прославления, Свидетельство неверия, Что будет день и час, Когда исчезнет разум царства тления. Нам проповедана и в этом вера наша, Из праха сотворенной возвратится в прах. Веками в христианстве не живут, Монашат на островах, в пустынях и в горах, Пока нет умершим, Покоя нет умершим, отошедшим, Выкапывают глупости нетленной, Как будто мы из дома сумасшедшие, И нет мертвей нас во всей вселенной. Доробят и расчленяют после смерти, Терзают и развозят кем-то бывших Несчастливые предания и поверья, Традиции которых не опишешь. Не веря во всем, чего коснулось, Лжеправославие, воспетое в канонах, Мы, как безумные, любим только дурость, Все на видениях, мечтаниях дико сонных. Нам слово Божие наиглавнейший враг, Оно нас обличает среди ночи, Из праха взят ты возвратись в прах, И изыщество иное видеть хочет. Невозрождение, дикарское шаманство, Захлёстывает, отправляет всюду, И строй мне евангельское царство, Святительский престол украл Иуда, Святая Библия, Священное Писание, Ни слова и ни звука о мощах, Не называйтесь смертными отцами, Епископа зови, Преосвященный прах. И только в судный день Архангел Неки Какая-то труба и страшный звук Из праха восстановит человека, Одних для радости, Других для вечных мук. 29 июня 2003 года. Вопрос, 2023, 8-й том, открытым оком. Неужели никому в голову не пришла такая простая мысль, Чтобы сравнить с Писанием Христовым? Да от Бога ли всё это, Монашество неравна ангельное? Мог ли Бог, видя, Что монашество пошло неевангельским путём, Как-то переломить ситуацию И вернуть всё на евангельский путь? Ответ, мог. Но свободу Бог не отнимает ни у кого. Люди же придумали и очень основательно По деталям всё, Что и нужно было кому-то из древней Враждебному создателю, Чтобы сделать похожее, Но такую хитрую подмену, Что тысячелетия туда уходят Все силы, всё ревностное. Нужно было только тщательно скрывать Библию, Не давать её в руки народу. А остальное дело, И искусство, убеждения и примера. Множество пастухов Испортили мой виноградник, И стоптали ногами участок мой, Любимый участок мой, Сделали пустое степью. И вроде бы тот, кто описывает жизнь Канонизированных местах Писания, Приводит и сравнение с древними героями веры. Но все эти примеры, сравнение, Просто бред больного человека. Они этими подвигами Обрекли миллионы людей на страдания, И притом не от Бога, А всё по вымыслам Повреждённого ума человеческого. Мокнут от горных дождей, И, не имея убежища, Жмутся к скале. Ревут между кустами, Жмутся под терном. Плащ 4. Евшая складкая и стоевает на улицах, Воспитанные на багренице, Жмутся к навозу. Как говорят, ни к селу, ни к городу Не приложишь эти неприводимые ими места Библии К той личности, о ком Дефирамба. Совершенно ни к месту, ни к делу. Но так уж хочется иметь подтверждение Своему иноческому отступлению от Евангелия Обоснование библейское. Вот и подтягивает до смешного Неумно и бесстрашно. Да кому же это так нужно-то изощрять, Чтобы только не выполнить указания Иеговы? Пороскева сербская. 14 октября. Брат Пороскевы, Когда достаточно научен был Священному Писанию, Согласие родителей принял Пострижение под именем Ефимия. Воспламеняя с божественным желанием Жить для Господа, Пороскева не пожелала Долго жить в многобятежном мире всем. Но покинув все мирское, Скрылось от мира. И достигнув пустыни Иорданской, Стала проводить здесь Равноангельскую жизнь. Подражая Богородице пророку Ильи Иоанну, Крестителю, Она питалась только пустынными злаками, Употребляя их притом лишь в малом количестве, И то по закате солнца. Постепенно и стоевая, То от жара, То от холода, Она обращалась И взоры только к единому Богу, Могущему спасти Смиренных сердцем От вихря, От бури. Кто в состоянии поведать о том, Сколько слез пролила преподобная? Кто расскажет о частых И неумолкаемых стенаниях ее? Святая при своей женской природе Имела поистине мужской разум И победила дьявола, Как Давид Голиафа. Украсив свои души Такими подвигами И добродетелями, Пороскева сделалась Возлюбленной невестой Госхристовой, Так что на ней Исполнились пророческие слова И вожелает царь красоты твоей. Ничто так не ощущает души И не приближает к первообразу, Как пустыня и безмолвия. Открытием едва уже делишься. Сначала не поймешь, А может ложь. Всех соломонов Миллионы с лишним. Цари Сосавская Их не оценят в грош. Всего лишь Двести-триста лет назад, Кто мог бы сохранить Вчерашний голос. Сегодня же с компьютером В детсад, Бабушка, Брепеща через мобильник, В космос. Но все изобретенное Населе, Все, абсолютно все, На гибель человека. Что ел и пил, С кем поженил, Нежился в постели, На безразмерной Пишется дискете. Вообразить, Представить невозможно, Как разом всю свободу Отберут. И еврей-правитель, Коронован ложью, Замкнет с лежением Сатанинский круг. И кто измыслит О сопротивлении, Помыслит, Избавится от деспота, Тирана. Весь мир земной тюрьма И лагерь пленных. В Иерусалиме Звер сел в третьем храме. Изобретение, Дробление и распада, Ядра и душ, Помеченных печатью. Лжевоскресение Грешников из ада, Всех палачей там Назовут врачами. Каких еще открытий, Лжи чудес Свидетелями станут Наши дети. Гуманитарный, Гуманоид бес, Шестерками Смирившийся Пометит. Свободный, Наслаждается, Кто как может. Ходите в церковь, Пойте и молитесь. Костям своим хозяин Плоть и кожа Тебе подвластны, И в семье ты Витязь. Но там, Тогда, А это вовсе рядом, Воссядет Иудея сатана, Смиряться под его Змеиным взглядом, А против христиан Объявлена Война 8 августа 2003 года. Вода.